Питерский СКА Устроится за океаном, но так и не достиг договоренности ни с одним клубом НХЛ. В сезоне 2010-2011 нападающий провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 15 шайб и отдав 18 передач. Очень рады, довольны, что снова в хоккее. Сегодня прошла первая тренировка уже с командой. И такие ощущения очень приятные, что снова в хоккейной атмосфере, снова в команде. Это очень приятно, я думаю, для любого спортсмена. Поэтому сейчас задача быстро войти, набрать форму и помогать команде. Мы хотели найти опытного игрока для нашей команды, потому что много молодых игроков, который был бы примером для молодых игроков. Бывший клуб Алексей Яшинов СКА потерпел первое поражение в сезоне. Таким образом, в КХЛ не осталось команд, которые еще не проигрывали в новом хоккейном году. У нас совсем другая тактика и манера игры. Я думаю, ни у одной команды КХЛ такой нет. Мы немножко по-другому играем, как все. Прав Евгений Арцюхин. Нет в лиге команды подобной СКА. Армейцы начали сезон по-царски. Четыре домашних матча, четыре победы. Единоличное лидерство на Западе. Пятый поединок против минских «Динамовцев». И отличная возможность продлить победную серию. Вот только гости, проигравшие до этого матча ССКА, были полны решимости закончить выезд на мажорной ноте. Плюс к этому, в случае победы, минчане обгоняли СКА в таблице и выходили на чистое первое место на Западе. Сначала осталось за питерцами. В первом периоде подопечные ржиги владели преимуществом. Хозяева должны были забрасывать как минимум пять шайб. Но из-за собственной расточительности ограничились только одним точным попаданием за авторством Кольцова. Ну да, у них хороший вратарь, хорошая оборона. Здесь нужно просто забивать, использовать те моменты, которые создаются. Гости к их части смогли выкинуть из головы первый период. И вторую двадцатиминутку начали за здравие. Королавкин на пятой минуте восстановил равенство, чем только рассердил армейцев. Подопечные ржиги добавили оборотов, и все в матче встало на свои питерские места. В течение сорока двух секунд сначала Артухин, а затем и Мортенцем увеличили преимущество СКА до двух шайб. За десять минут до конца третьего периода никто из собравшихся на трибунах питерского ледового дворца не сомневался в очередной полновесной победе СКА. Как вдруг гром грянул среди ясного неба. Хозяева играли в меньшинстве. В одном из моментов орбитеры остановили игру и зафиксировали у хозяев нарушение численного состава. Большинство пять на три минчане реализовали без вопросов. Два периода просто были лучшей командой, потом там какие удаления за пять игроков на леду, у нас там пять не было, это не можно вообще сказать, потому что эта четверка играла уже десять секунд на леду. Из-за этого мы потеряли эти две очки, потому что я думаю, что мы заслужили сегодня победу. Далее оба коллектива имели по нескольку возможностей для взятия ворот, но больше повезли гостям. В концовке периода усилиями Иргла минчане перевели игру в овертайм. В дополнительное время результат не изменился, а булита лотереев, которой больше повезло гостям. Джефф Плетт и тот же Иргл принесли гостям победу. А вот хоккеист СКА в серии штрафных бросков так и не пробили Мезина. Мы приехали попробовать получить одно очко. В поездке 50% бывает хороший результат, у нас было пять. Поэтому я рад, как матч закончился в первый период. В итоге чешское тренерское противостояние закончилось успехом Мара Косикоры. Гости набрали два очка и сравнялись со СКА в турнирной таблице западной конференции. В матче Торпедо-Трактор произошло историческое событие. Хозяева не заработали ни одной минуты штрафа. Это первый подобный случай в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Отмечу, что до этого без штрафа играли только в плей-офф Кубка Гагарина. В 2009-м отличились Акбарс и Локомотив, а в 2010-м без удаления отыграли опять же Локомотив со Спартаком. Недолго радовались нижегородские любители хоккея. После стартовых матчей торпедовцы успели побывать лидерами лиги. Однако в последних матчах автозаводцы своих поклонников больше огорчают, нежели радуют. Вот и домашний поединок против Трафтера получился для хозяев провальным. Счет в начале второго периода открыли гости. Отличился Куинт. Хозяева быстро оправились от удара и через 17 секунд Крикунов восстановил равенство. Однако радость нижегородцев была недолгой. Гости ответили любезностью на любезность и Панов. Через 31 секунду после того, как счет стал равным, вновь вывел Трафтер вперед. Единственное, на что сподобились гости, так это еще раз в матче усилиями Эбисона счет сравнять. Ну а дальше все как по сухой колее. Трафтер проехался по сопернику. В оставшееся время Кузнецов, Якуцен и Попов довели счет до разгромного. 2-5. Трафтер. В мытищах хозяева в поединке против аутсайдера Востока автомобилиста обошлись малой кровью. Игры в подопечные Густавсона сделали в самом начале первого периода. Вновь результат Атланта обеспечила Старая Гвардия. На второй минуте отличился Каблуков. А на седьмой Гмюков. Оба нападающих забросили свои первые шайбы в чемпионате. Довести матч до победы в такой ситуации оказалось делом техники, которой прошлогоднему финалисту Кубка Гагарина не занимать. Да и Константин Барулин напомнил всем, кто в прошлом году получил приз лучшему игроку плей-офф. 2-0 Атланта. Управляющий директор ВХЛ Герман Скоропупов сообщил, что ярославский локомотив, который с декабря начнет выступление в чемпионате, отказался от гарантированного места в плей-офф. Инициатива исходила от клуба. Тем временем в ВХЛ прошли три матча. Один из лидеров Востока, Торос, набросал пять безответных шайб в ворота спутника. Касцинк Торпеда переиграл Кристалл только в серии буллитов. Торетинская Лада одолела Герман. В МХЛ в прошедший игровой день зафиксированы два крупных результата. Первыми разгром учинили в Омске местные ястребы. Под раздачу попали оренбургские белые тигры. Хозяева таким образом сумели порадовать собственных болельщиков после предыдущего домашнего поражения от реактора. Уже в первом периоде усилиями Орлова, Калашникова и Баскакова в секте гостей побывали три шайба. Во втором результативность ястребов немного спала. Они огорчили вратаря гостей только дважды. Ну а в третьей двадцатой минутке все стало на свои места. Зубков, Смагин и дважды Казаков довели дело до разгрома. Единственное, что удалось гостям, так это усилиями Шахова забросить шайбу престижа. 9-1 Ястребов. В другом матче финалистов их кубка Харламова остальные лисы превзошли о мячей, набросав в ворота Олимпии аж 10 шайб. Остальные результаты игрового дня на вашем экране. И сегодня вечером на нашем канале смотрите противостояние двух Динамо, Рижского и Московского. Начало трансляции в 20-25 по московскому времени. На Востоке сегодня сыграют соседи по таблице Амур и Акбарс. Прямая трансляция этого матча начнется в 11.55. В еще одном матче игрового дня Новокузнецкий Металлург померится силами с нефтехимиком. На этом это все новости. Удачного вам дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok